Итак, добро пожаловать в новый влог. Сегодня он будет необычным, такого я еще не снимала. Мы первый раз приехали заряжаться на нашей новой электрической машине на зарядку, заправку. Не поворачивается язык такое сказать. В общем, мы неделю назад купили новую машину. Я думаю, что сейчас будут кадры с того дня. Крем в шоке. Я начала снимать шортс про цены на кредиты машины. Не досняла. Просто кэжуал наливание кофе после того, как решили мне сам накупить машину, когда приехала. Как вы себя чувствуете? Страшно? Интересно. Мне очень страшно. Страшнее всего принимать решение и говорить «да». Шумит. Вот сказали, налейте себе кофе, возьмите водичку. Что хотите, то делайте. Конечно, вы нам деньги сейчас заплатите. Теперь все ваше. Чувствуйте себя как дома. Так, я хочу... Давайте вот так. Типа, если ты сын кого-нибудь, и тебе в 20 лет покупают машину, или в 18 лет покупают машину, то цешка – это отличный вариант. Она простая, обычная, хорошая машина. Ну, такая она приятная. Но для тебя, мне кажется, здесь было бы мало места. Я водителем работал на цешке, знаешь, в более-менее. Ну, ты и был меньше. Сидим в разных машинах, пока ждем одобрения. Вроде все должно быть хорошо. Все расскажем уже потом. Лакшери... Лакшери левел. Короче, здесь уже подписание, все дела, красивые машины и читас между сиденьями. Острый читас, между прочим. Ой, ждем, ждем. На втором этаже уже. Плата. Для передней платы мы не будем ставить, потому что они должны поставить все в бампер. Это статус. Это статус. И также... Вы можете делать так много. Да, да, наверное. Мы вышли. Вот наша машина. Выглядит отлично. Новая электрическая полностью. Видел ли ты, чтобы они ездили в Лос-Анджелес? Одну видел. Одну видели. И она стояла тут два дня. Забрали, и следующая будет только через несколько дней. Симпатичная. Но самое лучшее. Это максимальная комплектация. И она такая красивая внутри. Посмотрите. Я не фанат вот этих вот подсветок, но это прям очень красиво. И очень красивый цвет. Он такой кремовый. В общем, счастливые ребята. Итак, распаковка, чек. First aid kit дали нам. Посмотрим, что они считают нам нужным. Ой, ой, ой. Много всего. Первое. Список того, что здесь есть. Здесь есть first aid kit. Пластыри всяких разных размеров. Бинты. О, это для чего? Это ножницы? Серьезно. Чтобы заматывать, видимо, бинты. И еще бинты. Бинты, бинты. Survival wrap. Чтобы я знала, как этим пользоваться. Бонтаж. Индеперекись. Какие-нибудь салфетки с перекисью есть. В общем, надо открывать. Я думаю, что что-то есть. Так, вторая сумка. Посерьезнее. Это, я думаю, что-то связанное с зарядкой. Да. Это вот такой шнур зарядочный. Это, я так понимаю, если ты хочешь дома заряжать. Чтобы я вообще что-то понимала. Мы особо ничего не спрашивали. Мы не смотрели про эту машину. Мы знали, что она нам может понравиться. Мы не думали, что мы уедем здесь сегодня. Как и всегда, это происходит в Америке. Они умеют продавать, а мы умеем торговаться. Вот так это все сложилось. И есть тут еще руководство, я так понимаю. Что еще? Что это такое? Какая-то сабскрайбшн куда-то. Какой-то шнур. Господи. Сколько всего. Ой. Какие-то болты. И отличный блогер, который ничего не понимает. Автоблогер. Что это такое? Ну, в общем, не уехали с пустым багажником. Совсем забыли. Это же электрическая машина. Значит, здесь... А если там транк, как говорит Тесла, то здесь франк. Открываем. Еще одну. Я чувствую, что там не франк. Ой, а как открыть? Как-то она залочена. Щи. Щи. Давай. Ты русский. О, елки-маталки. Это точно электрическая машина. Йоу. Просто, чтобы вы знали, в Тесле здесь просто пустота. И маленькая такая дырочка, чтобы заливать омывайку. Жесть. Ну, чтобы легче было чинить. Нет, нет. Подожди. Четко, что нас тут опанули. Надо же было, да, купить машину и не открывать капот. Это гений. А вот это омывайка, а в желтое что? Вот там вот жидкость. Нет, слушай. Нет, похоже, что у нее есть пауэртрейн. Что это такое? Подожди, но если у нее есть пауэртрейн, то как ты можешь залить в него, как ты не можешь в него залить бензин? Я ничего не понимаю. Нет, пауэртрейн, это в смысле, ну, типа, двигатель. Да нет, не думаю. Но ты не можешь залить в эту машину бензин, соответственно. Нет, она полностью электрическая, это точно. Ой, а что там такое? Там такое пятно. Где? Вдалеке, а лишь на полу. Как будто что-то протекло. Да. Да? Что, сейчас по каждому поводу будем ездить, говорить? Чините? Да. Оно сверху, оно вот здесь. Масло. Масло? Да. А здесь масло есть? Вот, вот, это большой вопрос. Понятно, короче, будем читать. И мы проездили больше даже недели, дней 10 на машине. У нас еще не 0%, у нас 22% зарядки осталось. Но мы решили, что, наверное, пора зарядиться, посмотреть, как это. Поэтому нужно сначала активировать в приложении нашу карточку зарядную. И, насколько нам сказали, у нас 2 года бесплатной зарядки на определенных зарядках американских, определенного бренда. Вот мы приехали сейчас на ту, которая заряжает быстро, которая должна заряжать 30 минут бесплатно. Что до 30 минут это будет платно. А я подозреваю, что мы будем до 30 минут справляться, потому что у нас не пустой баг. После 30 минут платно. То есть, конкретно 30 оплачивает партнерская, видим, какая-то программа Electrify America и Mercedes. Mercedes, правильно так говорить? Вот. Так что, кое-что... Mercedes так звали дочку основателя. А что? Так он сразу Mercedes будет произноситься, наверное. Не знаю. Так он по дочке же. Все, у Коля сейчас будет все это активировать. Вы сейчас на это посмотрите. Итак, вы подъезжаете на электрической машине на зарядку. У вас возникает вопрос, а с какой стороны у меня бензобак? Да, все точно так же. Вот там эта маленькая стрелочка. Вообще, вот такой здесь буклет, такая маленькая карточка. Я так понимаю, что ее можно прикладывать и отфлачивать, либо у нас есть специальное предложение. А здесь QS нарисован обязательно. Да. Ну, у нас просто машина новая. Паркуется BMW. BMW, например, с DSS. А почему он паркуется? Он только что был на парковочном зарядном месте. На зарядку приехал. В общем, у нас есть предложение специальное, где можно открывать, закрывать машину. Все так же, как в Tesla. В принципе, довольно интересно. Сейчас Коля будет вводить специальный код. Я думаю, что там с другой стороны. Нет, нужно отклеить. Интересно. Да. Я так просмотрел. Нужно отклеить. Там будет специальный номер, который мы вам не покажем. Вот. Кстати, у нас зарядка находится буквально в миле от дома. В полутора милях от работы, что очень близко. Очень удобно. И плюс ко всему, обычно же зарядки бывают не в чистом поле, естественно. А вот здесь вот есть Ralfs. Там дальше Ross магазин. Там через дорогу еще магазины, в которые, возможно, мы зайдем. То, что если будем заряжаться долго, мне нужно купить тетрадку. Вы думаете, для чего мне нужно купить тетрадку? Я иду в колледж, но не так, как я вам рассказывала, что я пойду учиться в колледж. Пока что мне нужно подождать до апреля, чтобы у меня был год с того момента, как получила грин карту, для того, чтобы учиться практически задаром в Калифорнии. Иначе я буду платить за полторы тысячи за урок. Ну, не за урок, а за урок за семестр. То есть там получается много денег. Кстати, во влоге. Что же это был за влог? Там, где я в Икею ходила. Я думаю, что вот здесь вот сделаю подсказку. Там я вам показывала, сколько стоит учиться без скидки резидента. И вот я жду эту скидку резидента. Буду с сентября учиться на что-то, связанное с IT, скорее всего. Наверное, не вовремя, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит. Но что делать? Вот, а пока что на следующей неделе я первый раз пойду на английский. На английский, который не даёт баллов, не даёт кредитов для обучения. То есть это мне не засчитается потом. Просто мне захотелось учить английский, говорить лучше на нём. Потому что я начинаю говорить всё более и более сложные вещи. Начинаю объяснять на уроках своих балетных что-то людям. Хочется как-то пошире иметь словарный запас. Даже не словарный запас, скорее очень хорошо это всё формулировать, чтобы не выглядело как-то коряво. Потому что хочется приходить на новый уровень. Вот, поэтому пойду на английский. Для этого хочется что-то купить. Знаете, вот, чтобы смотивировать себя пойти, нужно там тетрадку, карандаш. У Коли всё есть. Он просто вздыхается, что он любитель всего электронного. А я люблю на бумажке записывать. Она пойдёт, она узнает, она перестанет записывать на бумажке. Она будет клацать пальчиками на ноутбуке. Нет. А ты увидишь весь свой класс, делающий именно это. Не думаю, Коля. У меня весь мой класс ESL, а non-credit, который бесплатный, кстати. Бесплатный английский, как для иностранцев. Я уверена, что там будут люди, которые особо себе не могут позволить компьютеры покупать, чтобы классы на них. Я тебя умоляю. Иммигранты. Что с нас взять, иммигрантов? Я не знаю, что записывать на ESL, честное слово. Я не знаю тоже. Но я хочу пойти через дорогу в доллар-три, купить себе за доллар какую-нибудь тетрадку, какую-нибудь ручку, чтобы я чувствовала себя отлично. Вы должны меня понять, о чём я говорю. В общем, Коля всё ещё делает. Добавил карточку, чтобы то, что сверху оплатилось автоматически. И всё. Сейчас скоро пойдём, выйдем и покажем вам. Сами заодно узнаем, как заряжаться. Ну что, открыли нашу зарядочную историю. Надо открыть полностью, да? Обе. Обе. Ой, ты открывай, я не умею. Как будто Коля умеет. Хотя нет, я открывал уже. Так, вставляем. Plug in. О, окей. Что дальше? Говорят нам сделать. Connecting to vehicle. Data fast charge. 150. Он заряжает. 43 за киловатт-час. Member. Tap your phone. Become a member. А мы не мембер? Или считается, что мы мембер. Что-то у нас ничего не получается. И, видимо, есть комьюнити электрических машинистов. Потому что к нам подошёл очень приятный дядька сейчас, который выезжает сейчас на Porsche электрическом. На Porsche. На Porsche. Извините. Вот, и он нам сказал, такой, да, вам помочь, чё, как, вот позвоните сюда, или позвоните сюда. В общем, он нам всё объяснил, и это очень приятно. Да, что-то. Да. Сейчас попытаемся с этим чипом, может быть, его приложить надо. Неу? Try another fight. Значит, не так. Ну, сейчас позвоним на горячую линию. Ну, что, у нас времени много. Отработали. В общем, да, приятно, что чел подошёл такой, да, ладно, все первый раз вообще ничего не понимают. И правда. Сколько я не смотрела видео, это, ну, конечно, мало видео смотрела, мало читала, но всё равно должно быть же интуитивно понятно. Не, тут всё понятно, непонятно, как эту штуку использовать. Ну, конечно, нужно было же в машине нажать, что мы хотим заряжаться. Так, EQ. Да, это показывает нас электрификация, место, детали, начать сессию. Интересно. Loading, панкер? Loading, эээ, да. Старкет. Так, сейчас я нужно подключить, да? О, окей. Подключите мою машину, дай мне секунду. О, Николай, Николай Кабдонал. Смотрите, 22%. Не знаю, что дозаводим. 2%, based on estimate, charging time, pricing, stuff. О, да, в общем, будем ждать, видимо. Не знаю, сколько это займёт, чтобы зарядиться до 100%. Мы довольны, заблокировали машину, идём за водой. За Пикарина Романа мы идём. Короче, приятно в Америке, не знаю, звонить по любой фигне в кастомер-сервис, задавать самые тупые вопросы и не бояться, что ты тупой. Потому что для этого кастомер-сервисы и сделаны, и с тобой так приятно общаются, что не хочется о самому думать. Вот, наверное, почему в Америке всё-таки. Коля взял какой-то Пикарина Романа сыр. Не знаю, каким он должен быть. 6 долларов. Смотрите, за сколько? За 0,4 паунда. Да, очень прикольный выбор сыров. Это, кстати, магазин. Вот вы видели из мой шорт. Это был Amazon. Ой, как красиво! Ёлки-мотанки. В общем, то, что я вам показывала Amazon, там дешевле, чем здесь. То есть мы можем ещё дороже закупаться. И видите, здесь есть ещё Starbucks. Так что можно абсолютно кайфово проводить время. Брать себе сырную тарелку, кофе и идти в машину заряжаться. Это приятно, конечно. Это особый экспириенс. Не быстро, но мне кажется, можно очень приятно проводить время. Что у нас тут ещё куклы? Здесь фото Валентина. Капкейки. Всё розовое. Кстати, не так много. Где остальные цветы и шары? Я думаю, что вот там дальше. Да, вот там вот. Коротко о выборе перцев в магазине. Ну, это понятно. Этим никого не удивишь. Пассила перец. Хабанера. Что ещё у нас есть? Сирана. Это за штуку? Это за ЛБ. Это непонятно, кстати, не написано. Это за полцелла. А вот здесь не написано. Чили, Анахай, Халапенье. Ну и наверху такие маленькие ещё. Ещё вот там вот. Итак, сходили мы, значит, в магазин. Заправлялись уже 23 минуты. 13 долларов набежало, но это обнулиться, когда будет 30 минут. С 22. Сколько сейчас 8... Нет, подождите. Где написано, сколько процентов сейчас? Ну вот 80. Положи сколько. То есть не пишут, сколько процентов. О, сейчас 6. Вот. Предлагают, почему до 80 заправиться? Видимо, это популярное какое-то... Не предлагают, а говори, что 9 до 80. Нет, это 80 было с самого начала. Было 22 и 80. Так это, ну, дальше... Ну, это, знаешь, это, наверное, когда айфон выключается. Так вот, вам достаточно зарядки. Выключаем режим энергосбережения. То есть заправляться нам ещё, если 9 минут, 8 минут до 80, то ещё сколько-то времени понадобится. Ну и charging speed меняется всё-таки иногда. Так что пойдём, наверное, дальше гулять. Смотреть мне тетрадочки. То есть нам ещё минут 20 заряжаться, по-хорошему бы. Да, нас, кажется, обманули. Нам сказали 30 минут до зарядки. Может, с 80 до 130 минут. С 89-ти. В общем, надо, короче, конечно, планировать досуг, когда ты заправляешься, видимо. Но, может быть, это не самый fast charger. Хотя, мне кажется, это самый fast, который существует. Да, если двойной, то это самый быстрый. В общем, так. Пойдём дальше гулять. И всё там классное. Коля сказал, что я... И толстовки там, и смс-шные классные висят. Коля сказал, что я делаю обшивку, заходя в доллар-стор, где всё по доллару, покупая что-то, потому что есть в колледже, он туда уже ходит с сентября, офигенный букстор, но там коль. Там недорого. Ну, ладно. Там недорого. Я в любом случае сюда зайду и кофе попью на кампусе, так же, как и ты делал. Всё у меня будет. И у вас будет во блоге. Ну, хочется что-то интересное. Ну, смотри. Вот, смотри. Что? А я приеду на другой кампус попить кофе специально. Коля говорит, что... Все пишут карандашами, да? Никто не пишет ручками. Кто пишет карандашами. Это что такое? Pencils, да. Я не говорил, что пишут карандашами. А почему ты пишешь карандашами? Я пишу карандашами, потому что я решаю математику. Извините, композишн? Ну, что вот? Вот я не могу быть американкой, взять композишн-бук с ручкой и пойти довольная? Я считаю, что могу. В общем, я решила, что будет умно не брать тетрадку, взять пусточки и взять байдер, который, кстати, не вижу, где лежит. Карандаши так уж и быть возьму у Коли. Ему не нравится мой эксайтмент к тому, что будет колледж, и нужно что-то купить. Это странно. Нет, это не странно, Коля. Это нормально. У тебя 1 сентября... Когда покупки по 1 сентября, это не было самым весёлым на планете. Вот ничего ты не понимаешь. Ты просто уже учишься, неинтересно, а мне неинтересно. Итак, у нас дома есть... Это твоё? Примерно... Нет, это общее. Четыре... Точно есть четыре автоматических карандаша, примерно штук 60 обычных деревянных карандашей, автоматическая точилка в районе 30 ручек. Тетрадок нету, тетрадки надо купить. Для бинго штучка, чтобы закраживать бинго. Ладно, я не вижу байндеры. Должен быть дома, по-хорошему, да. Потому что я тебя покупала, а ты им не пользуешься. Так... В итоге я взяла просто листы. Как уже вам показалось, только поменяла на другие. Здесь побольше, они посветлее. Обычные файлики, чтобы переложить Колины конспекты в файлики и забрать байндер у него. И вот такую штуку. Я не знаю, я в детстве... Я помню, в 2000-х годах мы такую покупали. Такая штука очень много продавалась. Это просто такой очень тонкий слой чего-то, который превращается просто как в... Ну, типа, не в жвачку, а просто растворяется, как вятная конфетка. И вот скажите, пожалуйста, кто помнит, 2000 до 2004-го точно, какой марки продавались такие штуки? Я вообще не помню. Точно помню, что это было такое голубое, но это особо ни о чём не говорит. В общем, кто помнит, напишите, please. Я не снимала. Смотрите, как сидят чайки. На крыше все повернулись в сторону солнца романтично. Встречают закат. Очень здорово выглядит. Сейчас пойдём посмотрим, сколько получилось зарядку. Что пишет? 41 минута. Да. 21 доллар. Но он должен обнулиться. Да? Ж. Я не знаю. Не знаю. Но если не обнулиться, будем спрашивать, на каком основании. Всё, Коля решил на 88 в процентах остановить. Сэшен Фино, чаржен 21 доллар. В общем, посмотрим, как это всё сделается. Наверное, уже в приложении. Это есть фи. А, вот Total Session Cast. Да. Total Session, видите. Скидка получилась. 4 доллара. Мы заправили до 88%. И Идл – это свободный холостой ход. В общем, когда зарядилась, и ты ещё не пришёл и не снял свою машину зарядку, есть пение. Так что это очень удобно, чтобы не было такого, что люди уходили и занимали парковочные места. Коля заплатила. 4 доллара. Такая вот. У нас зарядочка получилась. 40 минут. А, он просто с неё с карты своей. Да. Вот так. Итак, получился у меня влог тематический. Про машину немножко. Про то, как мы заправлялись. Про то, сколько это стоило. Но хочется закончить на этом, но ещё и на обзоре новой Pepsi с Nitro, с закисью азота, как сказал мой муж. Она ещё, кроме того, что здесь написано, что маленькие пузырики и смыслыри тейст, мягкий вкус, она ещё с ванилью. Кола ванилла драфтовая. В общем, сейчас будет обзор. Она появилась у нас в магазинах не так давно. Что-то вообще не видно. Никакой рекламы, ничего такого. В прошлый раз, когда я в последний раз пробовала какую-то необычную колу, это была кола, как это назывался, Dream, что-то там. Типа со вкусом меч, в такой голубой упаковке. Она похожа на немножко на колу Lime. Самая вкусная кола. Если вы увидите колу Lime, обязательно попробуйте, потому что это как будто кола со вкусом Skittles. Ещё из необычных я пробовала колу с кофе, типа как энергетик. И вот сейчас попробую. Такой мне очень нравится дизайн. Подождите. Какая кола? Коль, это Pepsi? Я всё это время думала, что... Да, написано. Я увидела значок и такая, это Pepsi, а почему кола? Так это вкус. Я думал, ты такая, ванилла, драфт, кола. И я такой, и хьякнула, а я такой, ну хьякнула, потому что это Pepsi. А я не пробовала, когда Pepsi ванила. Ты пробовал? Один-дорак, наверное, сбежать. Не извини. Тут, кстати, вкусно. Это очень вкусно. Веруха, это вкуснее, чем кола-ванила. Потому что для меня кола-ванила невозможно... Ну, это тоже очень-очень сладко. Для меня кола-ванила жёстко десертная. Я не могу её есть ни с чем солёным. И... Я здесь не накапала никуда. Реально очень. На стол платно. Очень мягкий вкус. Как будто она вообще без газа. Как будто она с молоком. Как будто это какой-то Pepsi-поплавок. Хочешь попробовать? Хорошо. Итак, любитель колы-ваниллы пробует Pepsi-ваниллу. Надо её охладить. Нормально такой, почти. Блин, выведавшийся Pepsi-поплавок. Я говорю Pepsi-поплавок. Выведавшийся Pepsi-поплавок. Ставлю лайк. Ставлю лайк таким новым введением в общий. Спасибо, что посмотрели футбол. Встретимся с вами в новом видео. Смоллэр бабл, смоллэр тейст. Интересно. Цена подсветия не должна в нос давать. Это как пиво с этой падиакой. А нитрджен, это когда ты играл в Need for Speed, и у тебя там набиралось и нажимало нитро. Это то же самое? Блин. Выдавшийся Pepsi-поплавок. Шорцы посмотреть.